Здесь изначально была круговая планировка. Амбарную дверь мы смастерили сами всего за 7000 рублей. И советский холодильник мы оставили. Ну, идемте, покажу, что у нас из этого получилось и во сколько все это обошлось. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Привет, InMyRoom! Рады, что заглянули в гости. Проходите. Меня зовут Саша Симагина. Я дизайнер интерьеров. Мы с вами находимся в квартире, которую мы с моим папой совершенно спонтанно, внезапно купили под флиппинг. Делали здесь ремонт за 4 месяца, потратили всего лишь 1 600 000. Пойдемте, я вам покажу, что из этого получилось и расскажу, сколько все это стоило. Саша, расскажи, что значит спонтанно приобрели под флиппинг. В общем, у нас с моим папой была идея. Мы хотели построить дом, сделать там ремонт, обставить мебель, декором. И вот таким вот полностью готовым к заселению продать. Но после того, как мы купили участок, который под это подходил, у нас сначала начались некоторые сложности с коммуникациями. А потом мы вовсе передумали и увидели, как можно этот участок использовать, в общем, еще интереснее. Поэтому деньги от несостоявшегося этого строительства надо было куда-то пристроить, желательно, чтобы капитал еще увеличить. Поэтому вот купили эту квартиру. Она подходила. А когда вы ее приобрели, в каком она виде была? А под флиппинг очень важно найти квартиру, которая ниже рыночной цены и таким с уставшим, под убитым ремонтом. Поэтому это был как раз тот вариант. Она была максимально убитая, да? Ну, я бы не сказала, что прям максимально. Ну, в общем, уставшая. Прям хорошо уставшая. Здесь жил одинокий мужчина. Ремонт делался давно. Вот так она его сделала. Ну, и давай расскажем зрителям, где мы находимся и что это за дом. Дом 75-го года постройки. Он расположен в Клину. Это Подмосковье. Здесь 9 этажей. Он кирпичный. Называется в простонародье его Прежневка. Ну, по-моему, от какой-то индивидуального строительства, потому что здесь интересная и небанальная такая планировка. Я таких не встречала еще ранее. Да, я тоже. Мы чуть позже раскроем секрет. В чем эта небанальная планировка заключается? А какая здесь высота потолков? Около 2,6 невысоких потолков. Ну, как в Хрущевках. Такие же там. А когда вы начали делать ремонт? Какие вы себе поставили цели, задачи? Делали ли вы здесь перепланировку? Меняли ли какие-то коммуникации? Задача, когда под флиппинг, сделать быстрее. Мы управились за 4 месяца. Для флиппинга это не очень быстро. Признаем, но это наш первый опыт, поэтому нормально. Я считаю, мы хорошо справились. И сделать бюджетно. С этой задачей мы точно справились. Потому что мы здесь меняли очень много и уложились достаточно неплохой суммы. 1,6 млн. Сюда посчитано вообще все. Начинают черновых, замены электрики, стантехники. И заканчиваем всеми моими перелетами, авиарейсами, свечками. То есть здесь все-все прям посчитано. Ты живешь не здесь, не рядом. То есть тебе приходилось это как-то удаленно контролировать? Да, все правильно. Я работаю удаленно и в своей работе также с этим объектом. Прилетала я сюда дважды на выбор. И на финиш, когда все было готово, расставить мебель, развесить картины. Сегодня третий раз я здесь. А скажи, чтобы мы понимали, насколько дорогие были билеты, откуда ты летала? Два часа перелет с Оренбурга до Москвы. Ага, ну то есть это не особо дорого получалось. Мы особо много не закладываем это в общую сумму. Когда создается проект под флиппинг, так или иначе представляется какой-то человек или семья, который будет здесь жить. Вот кого ты себе здесь представляла? Нет, меня с фантазией не очень хорошо. Я конкретно никого не представляла. Мы понимали, что это один или два человека, не больше. Если один, то это женщина. Если два, то это либо молодая семья, либо наоборот зрелая семья, у которых дети-зрослые. Вот более детального портрета в моей голове не было. Ну, может быть, ты чем-то вдохновлялась, когда делала этот интерьер? Нет, я просто делала, как мне нравится. Как будто для себя. Может быть, были какие-то сложности, когда вы делали ремонт? Как же без этого? Сроки. Сроки. У нас были проблемы с техникой, с канализациями, напольное покрытие, которое мы хотели сохранить, но не вышло. Тут был паркет, да? Да, здесь был паркет, но сами дощечки были в ужасном состоянии, и что хуже, лаги, потому что он был устелен на лагах. И мы хотели отреставрировать, но прямо это было нереально. Как пришлось заменять пол? Изначально, кстати, не был заложен бюджет на замену пола. Мы думали, отциклеем, и все будет хорошо, но нет. Сколько здесь квадратных метров, сколько здесь комнат? Это двухкомнатная квартира, площадь 49,5, ну, там, около того. Перепланировки здесь не было, все комнаты остались на своих местах. Единственное, мы объединили ванную комнату и туалет. А, и еще гардеробная между двумя комнатами, она расположена. У нее был третий вход из прихожей, мы его заложили. Вот, больше ничего мы не меняли. В этой квартире есть следующие комнаты. Прихожая, коридор, гостиная с балконом, спальня, гардеробная между ними, кухня и ванная комната. Ну и пойдемте посмотрим, что в итоге получилось. Подписывайтесь на наш уютный телеграм-канал InMyRoom. Там классные идеи для интерьеров, скидки и акции от партнеров, а также анонсы выходов новых роликов. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Ну, а нашу экскурсию предлагаю начать с гостиной. Кстати, при покупке квартиры здесь было аж две гостиной. В каждой комнате стояли диваны, и было непонятно, где в итоге делать спальню, где гостиную. Та комната на плане будет понятна. Она расположена ближе к кухне. Ну, и вроде бы логично, на первый взгляд, гостиную разместить было там. Но выбрали все-таки вот этот вариант расположения, потому что, во-первых, эта комната больше. Ну, в гостиной мы собираемся компаниями, логично. Во-вторых, тут балкон. Опять же, тусовка, компания, может, кому-то надо покурить, видите. Ну, и в-третьих, эта комната расположена прямо напротив входной двери. И если бы здесь была спальня, то входить на кровать, ну, как-то не очень. На закрытую дверь тоже не очень. И поэтому было решено все-таки гостиную располагать и здесь. Вроде логично. А по планировке вы здесь ничего не меняли? Не, а здесь все так и было. Только двери отказались, да? А ее не было. А, не было тоже. Да, ее не было. Давай пройдемся по отделочным материалам. Что на стенах, что на полу. На полу уложен ламинат. При покупке здесь был паркет, но сохранить его, к сожалению, не удалось. Он был в очень печальном состоянии. Плашки были гнилые. Найти новые, аналогичные по раскладке у нас просто не удалось. Но самое страшное, здесь были гнилые лаги. Просто было все настолько печально, что мы решили переделать и заменить напольное покрытие. На стенах моющаяся краска белого цвета, без колера, просто белая. Потолок здесь был. Он был натяжной. Я не люблю натяжные потолки, но так как мы экономили, и к тому же нужно было сделать быстро, мы его оставили. Для того, чтобы он притворился ненатяжным, чтобы вот этот сатиновый блеск, который у него присутствует, скрыть, мы его тоже покрасили той же краской, что и стены. Чтобы скрыть теневой зазор между потолком и стеной, пришлось наклеить потолочный плинтус. Его, как и напольный плинтус, мы покрасили тоже в цвет стен. Всегда так делаю. По поводу потолка. Интересный момент, что здесь был вывод под люстру. Единственную люстру в центре комнаты. Ну, как обычно. Люстру вешать сюда мы не захотели, решили повесить трек. Но диаметр отверстия был больше, трек не смог перекрыть. В общем, там было не очень красиво. И вот папа попросил, он сделал такой вот металлический диск, в общем, как заплатку, но выглядит лучше, чем с люстру, на мой взгляд. Ну и зато удалось сэкономить тоже. Да, и время, и деньги. Ну, трек – это не единственный источник освещения. Есть еще два торшера. Один из них, насколько я знаю, винтажный. Один из них винтажный. Мы его покрасили, а второй куплен за 1500 рублей в магазине. Как раз мы там встали, давай поговорим про зеркало. Оно такое красивое, необычное, но тоже винтажное. Зеркало – это было спонтанная покупка на самом деле. Я всегда делаю развертки по стенам для того, чтобы понять габариты мебели, высоты, что нам нужно искать. И это зеркало, не мы его нашли, оно нашло нас. Дело в том, что я для своего дома давно присматриваю такие зеркала. А тут во время ремонта мне в рекомендациях предлагают вот эту вот раму, да еще и с доставкой до подъезда. Ну, я думаю, судьба, и надо брать. Мы по поводу него сомневались, потому что оно достаточно крупное для этой квартиры. Но в итоге, когда весь интерьер сложился, оно, мне кажется, украшает, особенно в композиции с этим торшером. Да, очень красиво. Друг для друга. Кстати, кресло тоже винтажное. Ножки и ручки мы зашкурили и покрыли маслом или лаком. Обивку сменили, выбрала в магазине тканей. Образцы мы их вот использовали на кресло, стулья, на декоративные подушки. Сшили по размерам и все. Из мебели диван. Диван сделал мой папа, Олег Анатольевич, по моим чертежам. Здесь основание металлическое, а в качестве сидения это простой матрас 90 на 2, который, ну, кровать обычно используют. Идея с таким диваном мне пришла, потому что я для своего дома хотела что-то подобное реализовать. Но там что-то пока руки не дошли, а здесь мы это пробовали. А он не раскладывается? Нет. На нем можно спать одному человеку вполне комфортно, потому что он ортопедический и достаточно удобный. А твой папа сам делал это основание? Ну, не буквально своими руками. У него мастерская, цех, вот они там делали, да. И здесь как раз-таки ТВ-зона. Да, давай про нее расскажем. Тумбочку взяли за 3,5 тысячи. Она подвесная вообще, по идее. Но я не люблю подвесную мебель, потому что она не дает возможности никаких манипуляций. Не передвинешь ничего. Приделали ножки и больше ничего с ней, собственно, не делали. Здесь выкатные ящики. Можно хранить, ну, что обычно хранят в гостиной. Пульты, батарейки, настольные игры. Ну, а больше вроде здесь и не нужно. Вот этот быстрый декор, экспромт, это балясина от лестничных перил. Просто купленная в строительном магазине, разрезанная и покрашена из баллончика. Типа подсвечник. Классная идея. В прихожей такие же. Ну, давай в этой стороне комнаты у нас осталась единственная загадочная дверь. Что же за ней? Загадочная дверь. Это тоже продукт нашего воображения. Мы попытались сами дешево и быстро сообразить амбарную дверь. Механизм неудивительно, но делал не папа. Мы его купили, так нам было быстрее. Стоил он 3,5 тысячи рублей, по-моему, да. А вот это, это готовые жалюзийные двери по 40 сантиметров, покрашенные в белый, в общем-то, и все. Ну, и из мебели в гостиной есть еще вот такая кушетка, на которую можно удобно развалить там одному человеку. Основание делал мастер, который занимался перетяжкой мебели. А в качестве вот сидушки здесь так же, как и на диване, это просто матрасик от детской кровати. 140 на 70 сантиметров. Вот. Обивка очень понравилась, симпатичная. На диван вот такую же взяли, но, к сожалению, закончилась ткань. Столики возле кушетки, возле дивана. Такая нужная вещь, она, во-первых, декоративная, а во-вторых, бокальчик поставить, книжку положить. На полу ковер 4,5 тысячи, имитация коровы. Ну, если он искусственный. Никто не пострадал. Никто не пострадал. И остался балкон. Балкон. Балкон изначально при покупке квартиры был застеклен. У нас многие, да, любят застекленные балконы. Мы вот не очень любим. Мы первым делом брали остекление, открыли низ и поставили кованые перила. Кстати, эти кованые перила, это единственная деталь, которую мы не считали в стоимости. Так получилось, мы забыли. Но они нам ничего не стоили, это просто были остатки производства, и они сюда удачно подошли. Столик и стул. Угадайте, кто делал? Конечно. Папа. Все правильно. Все правильно. На полу недорогой керамогранит, точно такой же, как и в ванной комнате. Так, меньше остатков, когда одинаковый материал использован в двух разных местах. Обычно, когда пластиковая дверь на балкон, низ всегда зашит пластиковой заплаткой. Первым делом всегда убираю ее и ставлю сюда тоже стеклопакет. Так визуально благороднее выглядит. По оформлению окна здесь использовали жалюзи. Кстати, они были готовые, и размер нам не подходил. Они были длиннее на 5 сантиметров. Вот тут они отрезаны просто малгаркой. У нас осталось посмотреть, что же за этой дверью. А за этой дверью проходная, такая сквозная, гардеробная. Это вот как раз то помещение, которое здесь предусматривалось изначально, правильно? Что здесь было до, когда вы приобрели квартиру? Здесь было... так и было, просто пусто. Ну, это, видимо, кладовая. Но мы сделали гардеробный. Свет включается автоматически, когда вот заходишь, датчик движения решили поставить. Вообще, по свету было два варианта. Либо здесь должен был быть проходной выключатель, чтобы двухкомнат управлять. Ну, вот мы выбрали датчик. Честно говоря, гардеробная это организовано скорее формально, нежели продумано. Потому что мы просто показали, как могло бы быть. Для жизни все-таки ее люди адаптируют под себя, я думаю. Возможно, половину оставят для хранения вещей, а половину переоборудуют под кладовую для хранения тазиков и ведер. А сколько здесь примерно квадратных метров получилось? Три. Она метр на три, значит, да. Ну, а из гардеробной мы попадаем в спальню. Но об этом чуть позже, а пока встречаемся на кухне. Вот мы оказались на кухне. Расскажи, как она выглядела до ремонта. До ремонта здесь на стенах были обои. На полу паркет в печальном состоянии, коричневый гарнитур, который мы продали на всем известном сайте БУ вещей. Но мы на этом сайте откровенно больше покупали сами, нежели продавали там. Мы больше по покупкам, чем по продажам. По планировке здесь ничего не меняли? Нет, на кухне все осталось как есть. Только отказались, наверное, от газа. Тут был газ же, как я понимаю. Мы не совсем отказались. Здесь остался стояк и остался доступ. То есть можно в любой момент подключить. Все по закону. Транзитная труба, по-моему, это называется. Ну, по-моему, да, наверное. Но мы оставили возможность подключить, но поставили, тем не менее, электрическую плиту. Я просто не люблю газовые плиты. Мне кажется, они как-то симпатичные. Это не индукция, просто электрическая. Ну и, соответственно, получилось так, что можно стало отказаться от двери на кухне. Да, потому что нет газа. Выбрали типельно-белый цвет для этого пространства. Расскажи про сам гарнитур. С чего он сделан? Да, это интересно. Про гарнитур можно долго рассказывать. Кухонный гарнитур делал папин знакомый. Так как папа здесь живет, фраза «делал папин знакомый» будет звучать часто. Он у меня человек очень коммуникабельный, общительный. У него очень много друзей и знакомых. И они здесь во многих участвовали в делах. С гарнитурой были проблемы, сразу говорю. Было очень много. Я в своих социальных сетях прям подробно этим делюсь. Но если вкратце, фасады из МДФ покрашены. Вот такой вот интегрированной ручкой, чтобы ничего лишнего не торчало. Столешница. На столешнице мы решили, честно, не экономить. Это акрил. Она стоила в районе 60 тысяч рублей. Почему она классная? Во-первых, за ней легко ухаживать. И у нее есть возможность раковину сделать подстольного монтажа. То есть есть какие-то крошки. Вот так вот смахну. Очень удобно. Сама такой пользуюсь. И вот другие столешницы, они, конечно, хуже в плане и эстетического вида, и функциональности. Поэтому вот такая. И сделали из этого же материала вот здесь вот бортик. Кстати, нам этот бортик делал папин знакомый с Женей. Привет. Он сделал еще вот сюда секцию. Но мне она здесь не нравится. Монтировать мы ее не стали. Но будущим хозяевам этот кусок остался. Они могут его сюда установить. В общем, мы им это в подарок. Зачем мы вообще заморочились вот с этой вот гипсокартонной конструкцией? Мне хотелось отделить вот этот блок от холодильника. Потому что здесь разные высоты. Мы верхние шкафчики решили не делать до потолка. Сделали их, наоборот, уже стандартных. Для того, чтобы пространство было легким, а не как полки выглядят. И если бы мы стыковали непосредственно с холодильником, с торцом, то это был бы какой-то тетрис, а не кухня. И поэтому мы отделили именно через стену, чтобы это смотрелось как-то интереснее, на мой взгляд. У вас это получилось на самом деле. А расскажи, почему здесь нет вытяжки? Возможность ее подключить есть, потому что там есть провода. И она сюда влезает. Я прям примеряла, ее можно сюда встроить. Не делала. Я на самом деле сама уже давно живу без вытяжки. Я ее выкинула в один прекрасный момент за ненадобностью. Ну, она ничего не вытягивает. Справляются именно с запахами, парами. Только промышленные вытяжки. А домашние, мне кажется, от нее только шум и никакого толка. Поэтому мы не поставили, но если людям вдруг надо, то пожалуйста. И еще вопрос к фартуку. То есть здесь тоже стены под покраску, да, как я понимаю? Да. И это обычная краска или какая-то будь моющаяся или влагостойкая? Здесь краска как везде, но она везде моющаяся и влагостойкая. Дополнительно, чтобы не шокировать людей окончательно, здесь лак. И он чуть-чуть прям желтит, если приглядеться, из-за того, что как раз таки... То есть все-таки приспособленная подготовка поверхности. Да, ее можно мыть. Я сделала так, потому что я сама так живу. Я все эти суперидеи тестирую сначала на себе, прежде чем предлагать заказчикам, проекты ставить. Это жизнеспособно. Мне кажется, даже за ней ухаживать легче, чем за плиточными швами. Ну, давай пройдемся по хранению, по самому, посмотрим, что внутри. Хорошо. Я даже не знаю, с чего начать. Это холодильник встроенный. Мы не будем, наверное, его открывать, потому что мастер, который нам делал, он до сих пор не перевесил двери. То есть он открывается не в ту сторону, в которой должен открываться нормальный холодильник. Но он это обязательно исправит, просто вот ждем. Здесь мы оставили место под мусорку, там ничего интересного. Здесь встроенная посудомоечная машина. Большая. Поставили на 60 по двум причинам. Ну, во-первых, здесь 4 блока, они все по 60. Я люблю, когда одинаково. Геометрия. Да, соблюдена геометрия. И наверху тоже получается. Обязательно, да. Они зеркально, вот мне так глаз, вы перфекционисты радуются. И вторая причина, почему на 60, потому что, на мой взгляд, на 45 даже для одного не было. Ну, вот это просто мне кажется, что туда не все влезает. Кастрюли, сковородки, они же занимают больше всего места. Здесь электрический духовой шкаф. И сверху ящичек для столовых приборов, ложек и поварежек. Здесь устроена стиральная машина с функцией сушки. Мы ее разместили на кухне, потому что, ну, не место ей, ванной. Там вообще нет места ей, собственно. Ой, ой. А может, вы со мной заблюли? В общем, сверху. Рассказываю прям, что бы я здесь хранила, потому что вопросов, что все ящики заняты, они будут, я знаю, поэтому сразу отвечу. Здесь поместь по тарелке. Если хранить вот так вот с топками, то влезает гораздо больше, нежели вот хранить их как? А сколько будут занимать эти ящички? Тридцать примерно. Да, ну, около того. Может, чуть-чуть поменьше. Вот здесь можно было бы разместить бокалы и кружки. Здесь продукты. Ну, например, чат, кофе, гречку. Так как магазин через дорогу, я думаю, смысла там закупать мешками, наверное, нет. Поэтому, на мой взгляд, все вместится. И у нас есть еще один ящик. Тут уже на усмотрение. Может, у кого-то продуктов больше, а может, у кого-то посуду. То есть, как-то так. Мне кажется, все влезет. Над холодильником есть еще, тоже в другую сторону открывающиеся, антресоль, в которой можно хранить что-то, чем пользуются реже. Может, какой-нибудь монтоварки, блендер, миксер, вот что-то такое. Может, тоже запас какие-нибудь. Да, или запасы. Ну, и остался вопрос, где же хранить большие кастрюли, сковородки. Вот здесь был изначально вот этот холодный холодильник. Приспособили сюда полку, закрыли шторками. В общем, вот туда, по глубине, в принципе, многого идет в кастрюле сковородок. Но, на мой взгляд, если квартира небольшая, надо приучаться к минимализму. Поэтому это нормально. Если кастрюльки друг дружке хранить, то вообще это занимает очень мало места. Поэтому, на мой взгляд, для одного-двух человек эта кухня более чем достаточная по хранению. А расскажи, меняли ли окна? Да, расскажу. Нет, мы не меняли окна, но мы поменяли ручки. Эти ручки мы купили в магазине строительном. Мы купили не специальные ручки пластиковые, они вообще предназначены для деревянных окон. Мне понравилось то, что они металлические. У них есть вот этот блеск, такой хромированный. И, на мой взгляд, это выглядит лучше, чем пластик. Ну, вот, на мой взгляд, вот эти самолеты меня не смущают. Мне так больше понравилось. Мы же экономили. Окна здесь были такие островатые, немножко пожелтевшие. Менять мы их не хотели. Нормальные люди бы так не сделали, но я их покрасила, в общем, краской. Причем по пластику сверху. У меня дом тоже покрашены, окна. Три года полет нормальный, поэтому я здесь смело тоже. Я говорю, все, откатываем на себе, потом уже людям предлагаем. А подоконники меняли? Да, подоконники МДФ. Нам их делал тот же человек, кто и делал кухню. А сколько получился по цене кухонный гарнитур? Может быть, там 60 с лишним. Техника на 115 тысяч рублей. Столешница около 60. Кухонный гарнитур мы сделали в цвете максимально близком к цвету стен. Для того, чтобы не делать акцент. Сам все кухонные гарнитуры, на мой взгляд, не украшения интерьера. Поэтому, чтобы не выделять, вот он такой скромный и максимально простой. Обеденный стол тоже белый. Мы его купили за 12 тысяч рублей. А вот стулья и люстру. Люстру мы купили на сайте, где продают бэушные вещи. Они были деревянные и совершенно с другой обивкой. Мы их покрасили. И вот человек, кто занимается перетяжкой мебели, сменил обивку. А люстра винтажная получается? Или и то раньше? Да, ну, советская. Советская винтажная, да. А меняли проводку в ней? Да. Проводка вся поменена. Чуть-чуть там что-то подкрашена. И в хрустальнике все осталось. Стулья тоже были винтажные, получается? Да, вот этот из Италии. Его мы купили за 2,5. Но на самом деле стоит дорожный. Классный, добротный стул. А вот этот, он уже был переделан. То есть мы его купили у человека, у девушки, которая занимается реставрацией винтажных вещей. Но нам просто под интерьер не подходило, поэтому я его еще раз переделала. Насчет люстры, конечно, интересная история. Мы когда гуляли по глошиному рынку, нам там пригляделась одна люстра, она в самом там невинном углу была. Мы хотели ее купить, но пока он ее снял, мы решили у этого же продавца за углом посмотреть картины. Пока мы выбирали картины, он нас не так понял, подумал, что нам люстра не понравилась, и ее продал. Мы с картины возвращаемся платить, а люстра нет. На самом деле она стоила 3 тысячи рублей у него, но по факту ее сейчас можно найти за 50. То есть мы прям нормально так лоханулись. Это синтетическая римская штора, недорогая, строительного магазина. И под окном с этого же магазина вот такая вот занавеска. Так, декор в основном мы собирали на блошиных рынках, гуляли, мерзли зимой. Это картина-реплика модельяне, но, по-моему, получилось прям у художника супер, украшает. И вот такой вот кувшин, я сторговала из 600. Кто-то мне сказал, что вообще это какая-то омывашка. Ну, какая разница, что это такое? Красиво и ладно. А расскажи, у тебя на фартуке нет ни одной розетки, да? Да. Как пользоваться бытовыми приборами или, например, понадобится микроволновка, где ее размещать? Ну, под всю бытовую технику розетки спрятаны, понятно. Под электрический чайник, тостеры, блендеры. Вот они, две розетки. Микроволновка влезает под окном на полку, либо прямо на подоконнике розетка вот там рядом есть предусмотрена. Так что, если очень надо, то она войдет. Да, да. По сценариям освещения на кухне, конечно, очень важен свет. Здесь есть декоративная люстра над столом. Это прям супер важно для уютных ужинов. Для работы подсветка под шкафчиками. Ну, и настольные лампы, они больше для декора. И создание просто атмосферы, нежели функции. И вот мы оказались в спальне. Расскажи тоже, что же здесь было до, как она выглядела? Ну, вот, как уже и говорила, это была вторая гостиная. Но мы решили, что здесь будет спальня, так будет уместней. Самое главное, кровать. Кровать у нас необычная, потому что здесь нет изголовья. А сколько здесь кровать в ширину? Метр шестьдесят. Вполне достаточно, кстати, для двоих. Основание, так же, как и диван делал папа в своей мастерской, изголовье мы здесь делать не стали. Здесь низкие потолки, и если делать изголовье каким-то акцентным, то интерьер становится более приземистым. Поэтому мы от него отказались. Кстати, это и дешевле. И используем вместо изголовья просто подушки. Ну, зато ты очень красиво украсил их все равно изголовье, если так можно это назвать, двумя зеркалами. Они тоже какие-то винтажные или старинные? Одно зеркало, которое побольше, это собственность папы. Оно у него было, ну, просто оно ему не нужно, и мы вот ее приспособили. А второе купили, когда гуляли по глашиному рынку, увидели и схватили. Потом думаем, на месте разберемся, что куда будем вешать. Так и получилось. А вот этот комод и люстра на самом деле изначально были в этой комнате. Мы купили уже с ними. Они просто выглядели иначе. Приложу фотографии. Все это просто покрашено. И вот такую вот вторую жизнь обрело. Кстати, вот эту картину я тоже сама рисовала. Так получилось, что мы когда гуляли по вложке, искали декор, я как-то схватила картину, повелась на просто дешевую стоимость. Она стоила 500 рублей. Но она мне не нравилась. Я на нее все смотрела, смотрела. Чем больше смотрела, тем больше не нравилась. И я взяла краску, замазала, думаю, нарисую, что смогу. Вот это получился. А расскажи про такое решение с экраном. Необычное достаточно. Подглядела в конструктив. Очень мне понравился у какого-то другого дизайнера. Реализовали мы его деревяшки и фанера. Все максимально прям просто. И крашено краской для стен. Здесь рулоны и шторы использованы. А вот эти занавески, они скорее просто для уюта и создания вертикальных линей. И легкости. И легкости, да. Хорошо, что нет близко соседей, которые могут подглядывать в окна. А поэтому так и да. Да, и можно такое решение использовать. Вот это, кстати, это не совсем подсвечник. Это какой-то обломок от лампы. Нашли его тоже на обложке. Стоил 200 рублей. Меня не смущает то, что он разбит. В энергию вещей я не верю. Вот он у нас всю роль подсвечника выполняет. Ваза из какого-то недорогого магазина. Ветки с улицы покрашены. По другую сторону кровати у нас не комод. А вот такая более легкая тумба. Очень она мне понравилась в виде бамбука ножки. За 4,5. Ну и на каждом столике лампы разные. Так интереснее. Недорогие. В районе 1000-1500. Шарфер вот 1500 рублей. Света много не бывает. Так уютнее, когда можно регулировать что-то одно, включить или все сразу. Мне кажется, кто здесь будет жить, они не будут пользоваться люстрой. Она скорее для красоты и истории. Она же здесь и была. Кресло мы тоже купили на сайте БУ вещей. Ножки перекрасили. Обивку сменили. С обивкой печальная история. Я покупала другую ткань для обивки. Но тот, кто нам перетяжку мебели всю делал, он не смог. К сожалению, ткань не подходила. Здесь форма сложная. Не получилось. Так как до фотосессии этой квартиры оставалось пару дней, мы просто не успели уже найти какое-то другое решение. И он выбрал своих запасов. Перетянул то, что было. И оно в итоге несколько темнее, чем задумывалось. Та была белая в крапинку. Но это тоже нормально. Неплохо выглядит. Да, вполне. Вполне. На пол постелили дорожки с двух сторон. Мы сюда брали в магазине три ковра. На выбор примеряли. И в итоге остановились на вариантах с двумя дорожками. Тоже они стоили недорого. По-моему, по тысяче девять. Вот каждая. Плед. Это на самом деле не совсем плед. Я когда покупала ткань для обивки мебели, декоративных подушек. Вот это тоже просто кусок ткани, который подшили. И он выполняет функции пледа, покрывала на кровати. Подписывайтесь на все площадки, где есть MyRoom. Потому что там много классных идей для интерьеров. А если вы захотите снять свой интерьер для нашего канала, то обязательно присылайте фотографии готового интерьера вот на вот эту вот почту. И, возможно, в следующем выпуске мы приедем именно к вам. Ванная комната. Да, мы до нее добрались. Была ли здесь какая-то перепланировка? Да, это, наверное, единственная комната, где действительно была перепланировка. Здесь был туалет отдельный. Здесь перегородка и, собственно, ванная. Когда я приезжала сюда первый раз на этапе демонтажа после покупки квартиры, мы стояли и думали объединять, не объединять. Но, в общем-то, вроде сошлись на том, что объединить было бы неплохо. Пока я добралась до своего дома, до компьютера, села делать чертежи, я чуть не передумала. Потому что в связи с перепланировкой визуально места стало больше, но при этом то место, куда можно было расположить саму ванную, оно было всего метр тридцать длиной. Поэтому у меня были кое-какие сомнения. Я позвонила папе, говорю, стой-стой, давай еще подумаем, пока не будем объединять. А он говорит, уже поздно. Я уже снес стену, труба полотенца-сушителя, которая здесь была. Они вызвали сантехника, переварили ее в старый дверной проем. И, в общем, откатить обратно было нереально, потому что срезано было под самый корешок, и места для новой спайки уже не оставалось. На самом деле, здорово, что мы не отменили, потому что мне очень нравится, как получилась в итоге объединенная комната. Здесь поместилась в приличных размерах тундочка. Если бы мы не соединяли, то такая бы просто не влезла. Кстати, счетчики и вообще все коммуникации спрятаны вот в этом ящичке. К ним есть свободный доступ. А вы ее тоже перекрашивали? Да, эту для него мы заказали. Она была из МДФ, но мы ее взяли без покрытия. То есть был МДФ в чистом виде, без ножек, без ручек. Мы ее покрасили краской. Маль-маляр тут я на всю голову. Ручки купили готовые, недорогие, а ножки захотелось делать какие-то хитрые, фигурные. Поэтому мы поехали в строительный гипермаркет, купили две балясины, разделили их на четыре ноги, покрасили и получили за 400 рублей вот такие фигурные ножки. Быстро, ешево, середита, как мы любим. Зеркало. Зеркало делал папа. Мне кажется, просто получилось очень красиво. Делал он его из металла, и это все крашено просто золотой краской. Я нарисовала чертеж, и они все сделали. Само зеркало на заказ просто в мастерской к трафарету было выпилено. Расскажи по отделке здесь. Что на стенах, что на полу. На стенах краска. На потолке тоже та же самая. Это вот прям важно для меня, чтобы стены и потолок были выкрашены в один цвет. Так создается вот это ощущение целостности какой-то такой коробочки. Цвет выбран такой, потому что, ну, во-первых, точно хотелось темный. Это было прям важно, потому что комната без окон, она небольшая. И типично, да, использовать белый, чтобы расширить пространство. Но в данном случае темный сработал как раз-таки наоборот, как бы все растворил. Цвет мы выбрали, исходя из плитки, чтобы плитка сильно не била в глаза и не выделялась. Чтобы она была со стеной плюс-минус с одного цвета. Расскажи про ванну. Она получилась очень небольшой, да, но тем не менее очень красивой. Кованые ножки, что-то мне подсказывает, что это опять творение твоего отца. Да, только их делали не специально для этой ванны. Это было какое-то изделие. Они остались. Просто папа придумал, как их приспособить и превратить в ножки для ванны. Это вот его идея. Мне очень нравится, как получилось. Саму ванну покрасили в черный. Она чугунная, да? Да, конечно, она чугунная. Потому что здесь был вариант либо чугунная, либо акриловая. Но тогда пришлось бы делать каркас для жесткости, чтобы она стояла. И, соответственно, закрывать каким-то экраном. А этого совершенно не хотелось. А еще раз напомню, сколько ванна в длину? Сама ванна метр двадцать. Это ванная малютка. Если честно, я же не могла ее не протестировать. Я, в общем, сюда завязала. И мне удобно. Мой папа ростом больше метра восемьдесят. Я, кстати, не знаю, в какой он рост. Но он тоже сюда вылезал. Мы прям пробовали. Не знаю, мне уютно. Вот прям хорошо. Расскажи, тут нет никакой перегородки? Ничего нет? А, да. Что здесь запланировано? Потому что оставили это место. На самом деле, если бы я делала для себя, мне не нужна никакая штора. Я не брюзгую воду. Я мою сидя, мне нормально. Но, чтобы я сделала на месте будущих покупателей, я повесила карниз и туда двойную штору. Снутри какую-то специальную тканевую водонепроницаемую, а снаружи в цвет стен текстильную для того, чтобы было красиво. Я только сейчас заметила, что душ тоже наверху никак не прикрепляется. Нет. Да. Это необычно. Необычно. Да. Освещение. На потолке трек, который мы покрасили в цвет потолка, для того, чтобы он не бросался в глаза и оставался максимально незаметный. И также есть бра, но включается либо выключатель, либо вот можно... А, нет, нельзя. Я не стала поймать. Обязательно бра для, во-первых, подсветки лица, когда там умываться, бриться, а во-вторых, просто для уюта, потому что перенимать ванну при таком мягком освещении гораздо приятнее, на мой взгляд. Так, ну и прихожая. Символический 3500. Он был в белом цвете с пластиковыми ручками и короткими пластиковыми ногами. Вот это мы первым делом заменили. Ручки металлические, как и ножки. Ножки сделали повыше. Ну и для того, чтобы еще более дорого он смотрелся, если так можно сказать, мы его покрасили в синий цвет. Краска, которая осталась как раз от ванны. Мы там ее видели. Вот внутри можно удобно хранить обувь. Ну, в принципе, и шапки, и перчатки сюда разместятся. Ну, а это про косяки. Я люблю про косяки. Вот здесь красить мне было не нужно, потому что оно жаркается, в общем, обдирается. Если бы здесь осталось все белым, ну, было бы аккуратно. Ну, что сделано, то сделано. Мелочи. Место для того, чтобы присесть обуться, кинуть сумки, скамья. Очень дорогая. Она нам обошлась. 3000 рублей. Я пошутила. Дорога здесь ничего, по-моему, не обошлось. В отделе для бани салом проходили мимо, попалась на глаза. Надо брать. Зеркало папина работа. Я нарисовала, и вот он сделал два варианта. Одно мы видели в ванной, второе здесь в прихожей, по-моему, очень красиво получилось. Но готовые, такие тоже продаются. Просто их стоимость начинается от 25 тысяч рублей. На заказ, да, вот подешевле. Ну, и знакомые уже декор. Здесь все то же самое, только они золотые, так, для разнообразия. А скажи, а входную дверь вы меняли? Да, входную дверь я тоже сделала папа в своей мастерской. Она из металла. Покрашенная. Нет, она не краска для стен, это краска по металлу. Просто максимально такой оттенок подобрали, чтобы более-менее было. А скажи, а дверь металлическая на звуке сильно не пропускает? Нет. Вообще не пропускает. Такие достаточно толстые стены тут видно. Да. На дверном районе. Да, стены здесь действительно толстые, дом кирпичный. Это как раз несущая стена. Из интересного здесь картина, которая появилась не просто так. Она закрывает щиток. Это не очень любимое мое место, потому что, когда я планировала, я забыла про зомофон. Просто у меня он вылетел из головы, и получилось так, что композиция вот эта вся немножечко зажата. И, в общем, ну, уже как есть, так есть, ничего страшного. И что у тебя из интересного здесь голова какая-то? Это олень. Да. Олень. Мы его повесили сюда для того, чтобы как-то дать по разности, что ли, этому входу. Это же главный вход в гостиную. Для того, чтобы привлечь внимание, но при этом не сильно повесили вот такую голову из гипса. Там выкрасили в цвет стен, но у нее интересный эффект цвета тени, когда сход красный днен направлен, освещает, получается интересно. Ну вот и все. Наш рум-тур подошел к концу. Я была очень рада принимать вас в гостях. До скорых встреч. А если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментарии, я на все отвечу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok